алексей от вас за неделю до боя сменился соперник он и до этого менялся насколько это доставило вам каких-то неудобств насколько пришлось что перестраивать переделать подготовку пришлось у меня как я уже говорил было всего два варианта соглашаться и не соглашаться и и не иметь боя не имеется 5 согласились работа была проведена она была проведена большая то есть мы готовились три три с половиной месяца наверное вот то есть к одному сопернику потом готовить к второму сопернику перед самым поединком соперник изменился за 7 до 8 дней до боя потом вся подготовка готовилась конкрет под конкретного человека по росту там каким-то характеристикам особенностям коронкам удары там цель работали против них но но соперник поменялся у него работы с другим то есть ожилием 10 килограмм чем предыдущий который с другой с другой техникой в принципе с другой со много чем другим и все вот вы сказали был вариант драться или не драться а были мысли что не надо драться нет нет мысли дни раз она не может быть вот и как я говорил проведена работа огромная то есть готовились там три три с половиной месяца там 100 с лишним не наверное в этом проведено там 150 200 тренировок в это время огромное количество все все это просто потерять не хотелось труд то происходит мы готовимся на то что я говорю сам 100 100 тренировок будет 1 1 тяжелая тренировка вот поэтому потерять 100 дней своего труда 100 дней своей жизни и так далее 100 дней работа моих тренировок секундата там всех в этом помогал я считаю что я не имею права а было разочарование что это не томсом все-таки реванш не скажу наверно особо то есть мне нет такого там какой-то за точности прямо я должен реваншироваться во что бы то ни стало именно его именно сейчас это да представится еще случай буду с удовольствием стараться это сделать с томсона но на данный момент у меня сильный соперник все только с ним будем драться я правильно понимаю что вас после турнира рентаве столбцом осталось такое скажем так недовольствие или недоумение что вроде бы заявляли бой по мама получилось что это гибридные правила согреть сожалению это получилось но поймать поймал и теперь говорить вот у меня было потому-то потому-то не считаю правильно будет моей точки зрения если буду что-то продать но вы узнали об ограничении в партере когда судья поднял спорта до боя прямо журналистов тренировок не рак несколько раз и повторялась говорила что абсолютно свободная работа бесконечная если есть активные действия когда вы говорили что тренировались радарии самой детей и показывали ему приемы что он что-то просил покрыть а что он просит защищаться чтобы я не перевел его чтобы я не схватил чтобы не задушил и так далее то есть какие-то мои вещи которые я пользуюсь для того чтобы победить человека вот основные он выспрашивал как бы что мне сделать так чтобы это не произошло будет применять в этом бою против вас получается ваша сейчас посмотрим он в принципе быстро усвоил все что показали тоже не знаю мы с ним совсем немного работали буквально там несколько раз и все недолго с нами тренировался на тот момент записан третье интервью и так говорите что непонятно продолжать карьеру или нет у вас после этого боя будут мысли продолжать или нет не буду не буду загадывать мне нет мысли я должен доработать там до 24 года я закончу меня нет мысли мне должно быть 80 там один бой для 85 я закончил нет у меня нет мысли еще какой-то такой я не знаю чем ограничить чем очертить кого конец карьера я рассказывал сегодня или вчера я все это делаю экспериментально опытным путем я работаю в зале я поднимаю вес я бью груши я бью по лавам я работаю с ребятами со спортсменами их там пробую душить бороться ломать и так далее все я чувствую себя в определенной состоянии форме кондиции когда я это не смогу делать я поднимал там столько грамм не начали поднимать 90 я начала 80 я начал 70 я спокойно спрейминговался там рубился тогда руками и ногами там по 5 по 10 минут а сейчас я стал там 6 минут потом 4 минуты потом 2 минуты я буду понимать что у меня все падает и так далее то есть я начинаю как это говорит подсаживаться садится и все то есть у меня весь организм перестает соответствовать ну высоким кондициям сейчас у меня все нормально то есть я работаю прекрасно в зале по силовым по еще каким-то по функциональным тренировкам я работаю так что молодых перерабатываю ребят которым там 25-30 лет поэтому в этом плане ментальная усталость очень большая там накопилось очень много возможно нужно почистить хард диск там или еще что-нибудь дефрагментация вот но в плане кондиции тела пока что все слава богу я видел в соцсетях что вы посетили всемирный народный русский сбор о чем там говорили мне интересно это был сбор как вы говорите собор это был сбор собора государственников тем людям которым интересно не моя фирма не мое предприятие не моя улица в котором принципе интересно само государство в целом развитие страны россии во всем комплексе вот с религиозными вещами с молодежной политикой с экономической градостроительной с тем чтобы посмотреть на в будущее на 10 20 30 лет вперед так далее смета тоже интересно у меня тоже есть ученики масса у меня есть дети вот у меня есть еще что-то я хочу смотреть в будущее хочу видеть что к чему она идет и может попробовать что-нибудь наносить свою какую-то положительную лепту вот вы дописали да что вам интересны процессы взаимодействия людей групп в обществе народов в историческом и геополитическом разрезах это стата а когда проснулся прям интерес со живой вот этой теме было давно этот интерес я ее не оставлял там и 10 лет назад это было интересно и 20 лет и так далее но 10-20 лет назад я там парень 25-летний и так далее не мог ничем участвовать у меня не было ни зрелости не веса не опыта наверное жизненного не опыта какого-то общения с людьми знакомства чтобы я мог там общаться с разведителем из тех сфер которые я сказал из политики из религии из экономики там из еще но из-за всех всех нашей жизни сейчас я могу спокойно общаться могу на любые темы общаться вот я не только как некоторые думают боксер борис и т.д. я тоже но это моя профессия чем занимаюсь все самое мне интересно я хочу в этом участвовать вот сейчас не утихают споры о кричалке русские вперед кто-то считает что это деление на нации так нельзя кто-то считает что это нормально при этом в обоих лагерях есть люди разных национальностей то есть там юсуф раисов говорит включал к русски вперед нормально кто-то из русских вещь так нельзя не кричить как вы это к этому относитесь я сама знаете думаю с одной стороны как бы и те правы и те правы и те правы вроде бы и звучит достаточно рисковато другое нужно спрашивать что это под этим подразумевается когда там кто-то говорит знаете татарин говорит я русский дагестанец там еще кто-нибудь украинца далее очень многие там в франции в европе в америке и так далее то есть они говорят я русский в ее фронт зачастую не все понимают откуда ты там начинаешь говорить там какую-то одну из республик страны если мы учим там 5 сейчас к сожалению в плохом контексте это понятно 10 лет назад ты говорил там я из украины никто не понимал что это где это и так далее а когда ты говоришь from soviet union или from russia тогда это все как бы непонятно поэтому если ты как бы в контексте того что ты в принципе наш с менталитетом издали я считаю что это отлично вот а в плане если конечно разделение что вот там мы будем жестко противоставлять себя там другим нациям это неправильно противоставлять не нужно не нужно себя у нас есть народ народ как раз состоит из всех поэтому мне размышления уголь я с вами размышляю слов я вас заметил несколько постов под музыку короля и что песня кукла колбина а вы слушаете король и шут недавно мои знакомые как бы мне это не слушал вообще никогда покуда мне не посоветовали через которым я там близко общаюсь вот это меня вот там ребенок слушай посмотри что чтобы даже не обратил внимание случайно послушал одну вторую третью в принципе интересно я не скажу что я там фанат там или безумно там нравится но мне не так много музыкальной группы которая слушает могу слушать а какие кроме корольев что король шут могу высоцкого могу многие песни лепса могу вот еще что-то я опять же это зависит от настроения от возраста и тогда это да это все в свое время там и розенбаума много слушал вот потом перестал услышать стал там высоцкого слушать потом очень-очень много слушал кармен группу то есть у меня на продолжение лет на на 7 10 была прямо вот люби любимой как мы говорим вот практически все слушал и так далее вы недавно сказали фразу не дает не дай бог попасть в поп-ом-ома и вот депутат без фан хамзая выступил с инициативой запретить поп-ом-ома как вы думаете очень запреты работают и как можно запретить поп-ом-ома именно как-то законодательно и юридически как законодательно запретить я не знаю попробовать ввести какие-то нормы или границы правила чтобы это мне не заходило куда-то за наличность и на оскорбление там еще что-нибудь то что зачастую происходит маты сплошные папа как называется пропаганда там и алкоголя и всякая у этом этой самой культуры ну по сути бы быдловства и так далее то есть это придется ненормально последняя тема обсудить сергей павлович проиграл томас пеналу можно ли себе что-то менять или это просто нет нужно сделать выводы поработать ошибками по какой-то причине бой пошел не так он я думаю планировал то есть это не нужно просто изучить и подумать что нужно было сделать чтобы в следующий раз повторилось провести работу над ошибками все не скажу что все классно было и он все правильно сделал то есть мне показался сергей зажатым достаточно зажатым каким был не такой как обычно горящий с огнем итали наверное волновался слишком хотел либо хорошо все сделать либо чувствовал слишком большую ответственность и важность этого поединка это далее спинал был достаточно расслабленный гибкий этаж то одна из его самых сильных сторон которые были то есть скорость вот она и сработала против сергея я вот помню свои впечатления когда только появился кейн виласкес у меня были такие мысли с ним очень непонятно что делать это чемпион на долгие годы потом появился мелочи были те те же мысли вот сейчас те же мысли по поводу а спинал а вы видите в нем такого супер чемпиона долгие годы вообще непонятно что честно не вижу почему-то я в нем пока не вижу очень необычный нестандартно это дали но какого-то такого камня сверх твердого туда же внутри у него и не вижу может я ошибаюсь посмотрим для этого нужно чтобы он еще два-три боя провел посмотрим то есть его именно надо как-то поддавливать переламывать именно психологически не знаю что-то нужно с ним делать если саша волком подерется посмотрим что не получится но они же дрались и получилось не очень я думаю еще можно попробовать саша наверняка сделал выводы ошибки дали мы тоже что-то делаем через время мы становимся сильнее представляете как джонс победит а спинал даже не думал об этом в джонса я верю по ним по нему видно было слышно было чувство что чемпион реально очень мощно на многие годы а он именно как ментально или какое впечатление я думаю момент от ментальность у него очень и очень крутой ум очень многофакторный много задач на и очень хорошо изучается очень и схватывает безумно безумно быстро здесь работаю две-три минуты он меня прочел так как будто мы там десять тренировок прочитали вы проработали вместе а вы кстати у него почерпнули что-то ну что-то надо ну что что-то почерпнул